В Шымкинском жилом массиве Кокбулак проживает около 300 семей. Основной их заработок – домашнее хозяйство. Люди разводят птицу, скотину, продают молоко, яйца, масло и мясо. Опасаясь паразитов, местные жители ждут весенней обработки животных – дворов и пастбищ от клещей. «Многие жители просят ветеринаров обработать за одно и их жилище. Но мы объясняем, что в наши функции эта процедура не входит. Что касается загонов и сараев, то они все подвергаются обработке». Противоклещевую обработку в Южном Казахстане начнут с Шымкента. Количество пострадавших от укусов в областном центре достигло 323 человек. Это почти в три раза больше прошлогоднего. На втором месте город Туркестан к медикам уже обратилось 170 человек. Исследования показывают, что противоклещевая обработка не является стопроцентной гарантией того, что вас не укусит переносчик вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. «Граждане начали больше уделять внимание своему здоровью. В связи с этим они и стали чаще обращаться в медицинские учреждения. Пусть то будет укус клеща или другого насекомого. Это все обязательно фиксируется». В этом году в Южном Казахстане планируется обработать от клещей более 4 миллионов мелкого и более миллиона крупнорогатого скота. Обработке подвергнется и 11 миллионов квадратных метров пастбищ. Только на лекарства из бюджета выделили 391 миллион тенге.